Я немножко сначала представлюсь тогда как-то более расширенно. Значит, там в анонсе, да, и вот Денис меня представил как ресурсинг-менеджер и технический эксперт в компании Altexsoft. Ресурсинг-менеджер — это вообще очень своеобразный зверь. Не во всех компаниях он есть. В нашей компании это человек, который отвечает за мотивацию обучения ресурсов. Мне это слово не очень нравится, потому что им обозначают, собственно говоря, разработчиков. Я вот буду как раз рассказывать про жизненный цикл. Это жизненный цикл будет в аутсорсной компании. Я отдельно расскажу, кто это такие, аутсорсные компании. Да, так вот у нас это такой, вот, соответственно, кто у нас самый умный там в веб-технологиях? Оттуда у нас попадает там PHP, JS. Ну вот как-то так получилось, что я. Ну вот так получилось. И эта роль, она немножко менеджерская, немножко связана там с тем, чем обычно занимаются HR. Это вообще отдельные люди, про которых можно рассказывать. Они там конференции свои собирают. Да, это те, кто находят девелоперов на работу. А кроме этого я технический эксперт. И вот эта презентация, она, как взгляд технического эксперта на то, как проекты попадают в компанию и как компания работает. Она гораздо больше про то, что происходит с проектом и продуктом еще до того, как он попал к нам в компанию, и до того, как девелоперы его вообще увидели, узнали о том, что он существует. И для начала я вот хотел бы рассказать. Да, здесь был такой замечательный QR-код. Вы, в принципе, можете взять и открыть эту презентацию у себя на мобильных девайсах. Правда, предупреждаю, там картинки есть большие и, ну, может подтормаживать. Ну, в принципе, вы можете его сфоткать и попробовать ее открыть. Ну, там вроде мелкого текста не будет, но все равно. И пока вы там фотографируете QR-код, я продолжу рассказывать про айтишные компании. Айтишные компании, ну, все, кому надо, сфоткали, да? Окей, давайте. Как работают украинские айти-компании? Это, возможно, немножко не то, да, чего вы ожидали, потому что про технологии я почти ничего не буду рассказывать. В мире вообще существует огромное количество айти-компаний, да, от таких гигантов, как Google, до двух студентов, которые решили запилить собственный стартап. И чем они отличаются, кроме размеров, да? И почему я говорю украинская айти-компания, чем она отличается там от компаний из долины, например? А отличаются вообще все эти ребята, включая двух студентов, которые в общаге что-то пилят, и Google, и там, например, IBM, и компании харьковского айти-кластера. Они отличаются тем, что они предоставляют клиентам, то есть какую, в чем ценность того, что они делают для клиента, да? И могут они, в принципе, делать две вещи. Они могут делать продукт. Что такое продукт? Вот вы открываете Google, это продукт. Это продукт, который позволяет вам искать. Вы, я не знаю, там, открываете Facebook, это тоже продукт, это социальная сетка. То есть эти компании предоставляют вам готовый софтверный продукт. Иногда этот продукт может быть там по подписке, то есть вы за него платите как бы не один раз, да? А вот Windows, если вы ее покупаете, то это тоже продукт. Если не покупаете, то тоже продукт, но это отдельный разговор. И есть компании, которые предоставляют сервис. Так вот, украинские компании, так сложилось исторически, политически, экономически и много. Почему? Украинские компании, большая их часть, те компании, в основном, которые входят в IT-кластер, насколько я знаю. Те компании, про которые вы могли слышать, там, Циклумы, Глобалы, Епамы и все прочее, это компании, прежде всего, сервисные. Они предоставляют своим клиентам сервис по разработке программного обеспечения. И как это происходит? Как это работает? С чего начинается? Причем тут продукт? Почему презентация называлась продукт? Какой-то жизненный цикл продукта. Начинается это все или с какой-то идеи, или с какой-то проблемы, которая есть у вашего заказчика. У нашего заказчика, у нашего будущего заказчика. Это может быть, естественно, для того, чтобы он там хоть как-то к нам подходил, этот заказчик. Это либо идея должна быть связана с созданием какого-то программного продукта, либо проблема его лежит в области программных продуктов. Проблемы могут быть разные. Из моего опыта, например, есть такая проблема. Непрофессионалу сложно найти способ доставить свои товары в Австралию. Ну, Австралия, она такая, знаете, там, внизу на карте кругом океан. Там вообще с логистикой немножко по-особенному все. И если вы непрофессионал в области контейнерных перевозок или авиаперевозок, то понять, блин, как туда привезти, всякие дейчели, все эти службы доставки туда возят за бешеные деньги. Все, очень дорого. И особенно если вам нужно везти не просто одного плюшевого мишку, а, например, там сотню плюшевых мишек, то вам нужно как-то эту проблему решить. Это одна такая проблема, это более общая, да. Ее можно решить с помощью софта, который вот как раз мы делаем. Есть еще проблемы, например, какие-то общие проблемы. Типа есть у нас пользователи, которые ездят в командировке по всему миру. У них иногда отменяют рейсы, у них иногда происходят задержки рейсов, они не успевают на пересадке. И у них есть проблема, да, ее нужно помогать решить. Ее можно решить с помощью софта, который мы пишем. А есть проблемы, которые связаны конкретно с IT и конкретные проблемы одного заказчика. У него есть магазин, он понимает, что он может продавать больше своих товаров, но его запилили на коленке какие-то там группа товарищей из Солнечной Индии. И этот продукт, ну, не тянет. Тут он уже там и сервер проапдейтил, и все. Ну, короче, ну, оно падает, там три клиента пришло, заказали там на 10 долларов, и все, сайт упал. Это тоже техническая проблема, которая возникла, да, там, с программным обеспечением. И вот у клиента появляется идея. Пойду-ка я вместо этих индусов поищу кого-нибудь. Ну, или у клиента появляется идея, давайте-ка мы напишем софт. Что дальше с этим клиентом происходит? Нам, естественно, его нужно найти. Где мы их ищем, где наши силы их ищут. То есть это они могут искать. Есть специализированные сайты. Если там 4-й, 5-й курс, уже наверняка что-то там, где-то там чего-то есть профиль на опверке. Если нет профиля на опверке, заведите, можете попробовать что-то подзаработать денег в валюте, между прочим. А на самом деле на таких биржах бывают и крупные проекты, но не так много. Гораздо больше крупные рыбы – это профильные сообщества. Это LinkedIn, это группы какие-то по интересам, это те же профильные сообщества, например, в Travel and Booking, которые… то есть это люди, у которых есть контакты там. Это мы уже там переходим к четвертому пойнту. Это то, что есть персональные контакты. Плюс, в принципе, наши клиенты находят нас через сайт компании. Для этого есть целый маркетинговый отдел, который понимает, как правильно наш сайт продвигать, как проанализировать, кто к нам заходит, кто не заходит, зачем, какая конверсия и все остальное. И вот так к нам клиенты приходят. После того, как они к нам приходят, появляются лиды. Кто знает, что такое лид? Лидер – это да. Это он там тех лид, когда уже пошла разработка. А на начальном этапе работы с нашим заказчиком лид – это потенциальный клиент, который с нами уже как-то связался. У этого слова есть перевод на английский как «зацепка». Мы смогли его как-то зацепить. То есть у него есть идея, как решать какие-то проблемы с помощью софта. И мы можем помочь ему этот софт разработать. Мы ему можем предоставить сервис. Этот человек уже, говорят, попал в нашу воронку продаж. У нас там наверху на самом есть вообще все люди, которым интересно что-то про софтвэр. Дальше какая-то разработка, решение проблем. Он вот этот вот с нами уже проконтактировал, и дальше пошли следующие шаги. Вот следующий шаг будет – это квалификация лидов. Квалификация лидов означает… Вот, например, у вас есть какие-нибудь проблемы, которые связаны с программным обеспечением, и которые вы бы хотели, чтобы вам кто-то помог решить? Шикарно. Вы наш клиент? Нет. Но вы лид вполне, потому что у вас есть проблема, которая, вот, как я говорил, связана с программным обеспечением. Ну, для кого-то вы клиент. И этот кто-то, он на самом деле делает вам то же самое, что делаем мы для заказчиков из Штатов, например. Только масштабы немножко отличаются. А на самом деле, если бы мы задались целью построить сервис написания лабораторных работ, наверное, можно было бы сделать и это, но… Ну, в общем, это не то, чем хотелось бы заниматься. Плюс, если мы сделаем такой сервис, откуда мы будем набирать новых девелоперов? Окей. Квалификация лидов. После этого у нас появляется так называемая opportunity. То есть это человек, клиент, заказчик, который уже с нами, во-первых, сконтактировал, во-вторых, его заинтересовали наши услуги. И он говорит, ну, хорошо, у меня есть вот такая проблема, я ее хочу решать с помощью софта, и вот что вы можете мне предложить? На этом этапе, вот до этого тут все работает сейлз. Специальный человек, который знает, где клиенты водятся, как им подать, что вот мы такие молодцы, мы могли бы решить ваши проблемы. Это люди очень коммуникабельные. Английский у них должен быть fluent, то есть они на нем должны легко говорить. Не обязательно, конечно, они должны говорить на нем идеально, так чтобы принимали за своего. Но вообще-то наши топ сейлзы, они живут в Калифорнии, они там родились. Да. Но после того, как лид прошел квалификацию, и вот уже клиент спрашивает, а что вы мне можете предложить поконкретнее, тут начинается, с ним начинает работать команда предпродажи, пресейлз. Иногда называют engagement в разных компаниях по-разному. Кто в эту компанию входит, кто в эту группу людей входит, это обязательно бизнес-аналитик. Потому что идея, это вот вы видели, вот эта вот бумажечка, да, там на блокнотике, она часто, она бывает, что вот так и выглядит. А вам на этом надо построить, ого-го, софтверный продукт. Сложный, который там будет, я не знаю, смотреть расписание тех же флайтов, да, там обновлять информацию у саппорта, который поддерживает этих путешественников. И кучу-кучу вещей, там букать отели, букать флайты, там машины, опять же, брать в аренду и так далее, и так далее. То есть, и все это нужно делать желательно вне real-time. То есть, если у вас где-то вдруг отменился вылет, то вы об этом должны знать. Клиенты, которым вы предоставляете уже это как софтверный продукт. Да, а нарисовано оно могло быть вот так на бумажке. Поэтому BA должен сформировать хотя бы высокоуровневые требования. На пресейлс у нас, мы не можем себе позволить глубоко очень закапываться и очень сильно детализировать проблему, потому что это время. А вот эти ребята, вот эти ребята, особенно там вот два следующих, Software Architect и PM, они дорогие, что капец. Они получают много. Software Architect, чтобы вам не соврать, ну это, наверное, от трех. А возможно, даже и больше. Ну вот как бы так. То есть, где-то он может, наверное, получать три. А вообще может получать и шесть. Вот зеленых американских президентов тысяч. И понятно, что вот таких людей расходовать на анализ требований каждого лида. Для этого существует как раз квалификация лидов в том числе. Анализировать, да, там, лид по сделать студенту лабораторную работу, никто не будет. Поэтому эти люди уже идут после процесса квалификации лидов, да. Хорошо. Ну и вот BA, он тоже, он высокоуровнево определяет требования. Дальше. Software Architect и Project Manager. Иногда это там начальник Project Manager, который в нашей компании называется Delivery Manager. То есть человек, который отвечает за доставку софтверного продукта заказчику. Они выбирают проектную модель, что такое чуть позже скажу. И они показывают, они считают примерную оценку. Сколько времени у нас займет сделать этот проект. И они выбирают, какая команда это будет делать. Соответственно, зная примерные требования, получая из них примерную архитектуру и оценку, получая команду, они могут составить план и сказать, примерно мы можем этот софтверный продукт, там, сделать Delivery первой фазы, первой итерации, мы можем сделать через полгода, весь продукт мы выкатим через год. Это как один из вариантов. Конечно, в этом плане будут чуть больше подробностей, чем вам я сейчас говорю. Это довольно-таки сравнительно большой документ. Какие могут быть проектные модели на этом этапе и из чего они выбирают? Проектная модель это то, как заказчик будет оплачивать работу нашей команды. Это либо Fixed Cost. Ну вот мы говорим там, например, хорошо, вот это вот то, что у тебя там было на коленке, на педали для продажи твоих товаров, это в принципе стандартное решение. Маджента, мы знаем, что с этим делать, сколько это стоит, вот надо будет сделать это, 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 это. Цена вот. Сделаем за такой срок. Такой подход возможен только в том случае, если требования очень четко формализованы, они прописаны в... Или этот проект достаточно типичен. Вот тоже такой момент. То есть мы могли до конца требования все не выяснять, но мы понимаем, что это стандартный интернет-магазинчик. Мы такие можем делать. Примерно столько времени занимает, плюс-минус. Вот. А следующий подход Time and Material. Это когда, ну, он называется время и материалы. Название пришло к нам еще из не айтишных отраслей. Там, где, вот, например, когда делают где-то в квартире ремонт, вы оплачиваете материалы и время, которое рабочие потратили. Здесь просто платят за время разработчиков, пока они заняты на проекте. Чаще всего вот по такой модели работают либо те, кто в проекте не полностью заняты. Это, например, могут быть дизайнеры, там UX-дизайнеры, которые в начале проекта вовлечены в проект сильно. Им нужно узнавать у клиента тоже требования, рисовать ему интерфейсы и показывать, утверждать с ним. А уже где-то после нескольких итераций, когда основной look and feel, то есть основной внешний вид этого продукта утвержден, они уже работают немножко так, больше на поддержку. То есть если к ним приходят и спрашивают, а вот смотри, вот здесь вот выскакивает вот такое диалоговое окошко, а где лучше там кнопочку здесь повесить, вот они могут здесь подсказать. Но это у них занимает совсем немного времени, и поэтому за полное их время клиент не готов платить, ему выгодно платить только по тому времени, на которое мы их привлекаем. И есть dedicated team. Dedicated team — это значит у нас, значит, дорогой клиент, сервисом по разработке твоего ПО будут заниматься вот эти люди. Там senior software engineer один, два медла, один junior. Там вот здесь еще у нас будет два фронт-энда инженера, тут еще мобильный инженер. Вот они будут работать над твоим проектом в течение такого времени. Ты за это заплатишь вот столько за каждый месяц, пока они там работают. Это вот dedicated team, и вот он применяется там, где у нас очень большая неопределенность. Чаще всего применяется именно он. И при разработке продуктов часто она и есть, эта большая неопределенность, потому что идея после каждой итерации, когда клиент видит, во что она воплощается, насколько она действительно соответствует тому, что он представлял, или требованиям рынка, она может изменяться, видоизменяться. На этом этапе может оказаться, что нам нужна фаза выяснения требований. Туда идет вот тот же весь engagement team. Когда у нас слишком большая неопределенность, и мы не можем сказать, допустим, фиксированную цену. А заказчику вот, например, нужна фиксированная цена, он там тендер решил объявить, да, он сравнивает нас с другими компаниями. И мы можем предложить ему, давай, мы сделаем тебе требование, ты получишь на выходе документ, Software Requirement Specification, в котором все написано. Ты можешь, в принципе, если тебя не устроит, и мы тебе дадим на выходе конечную цену. Если тебе эта цена не понравилась, ты можешь взять эти требования, пойти к другой команде, они тебе сделают estimate. Если там будет дешевле, окей, мы не против. Но это требование, фаза выяснения требований, она оплачивается. Что может быть еще? Если у клиента есть какая-то идея, но он не до конца уверен, что она жизнеспособна. Например, в основе его идеи лежит какая-то технология, которая только-только выходит на рынок. И мы еще не знаем, как это будет работать. То тогда делают Proof of Concept. Обычно Proof of Concept — это очень-очень урезанный функционал. Иногда это бывает даже вот одна какая-то фича. Ну, например, например, как в случае с самолетами, там Proof of Concept не было, но задачка наша была доказать, что мы сможем в не-real-time отслеживать и получать информацию о том, где у нас эти самолеты летают и какой у них статус. То есть вот у нас есть список, например, рейсов, и мы можем точно сказать с задержкой не больше там минуты, что такой-то рейс отменился или будет там задерживаться на столько-то минут. И это мы можем видеть в браузере без перезагрузки. Все это так сразу обновляется. Вот. То есть клиент в данном случае он проверял не в принципе возможно ли это. Это возможно. Флайт-радар, если кто не видел, это делает уже, наверное, несколько лет. Но он проверял, сможем ли мы это сделать. Это тоже его как бы предположение. Его тоже надо проверить, потому что вкладывать в нас вот столько денег, когда предположение не проверено, он не хочет. Не хочет рисковать. Следующий этап за POC. Бывает MVP, бывает он идет без POC. Вот это уже минимально неспособный продукт, который надо запедалить заказчику. Туда тогда входит полный набор функционала, но только самое важное. Так. Это что касается… То есть здесь у нас произошел engagement. Если заказчик готов с нами бежать по одной из проектных моделей или делать что-то из того, что я вот только что рассказал. Дальше, собственно говоря, начинается разработка. И тут, в общем-то, у меня один слайд, который… Потому что дальше будут люди рассказывать про то, как писать бэкэнд, как это тестировать, а что там на фронтенде происходит. Я могу только рассказать то, о чем они, возможно, не упомянут. Во время разработки BA, с ним еще там UX-разработчики, то есть те, кто разрабатывают, как будет выглядеть интерфейс, они постоянно итеративно выясняют у клиента, а что конкретно здесь имелось в виду, а какой конкретно здесь интерфейс будет, а вот… А что если так и так далее. То есть они выясняют уже до мелких деталей. Эта информация потом ее получается в твоей архитектной команде разработчиков, которые могут уже точно оценить, вот сколько займет запилить вот такую фичу. А если ее сделать чуть попроще, мы ее сможем сделать, например, так через месяц, а так через неделю. Это все оговаривается на каждой итерации, и эти требования куда-то записываются. Обычно это проектная вики или какой-то документ, который расшарен на всех. PM при этом, project manager, он проверяет, что мы в сроках, в бюджетах, даже на dedicated team, в контрактах, когда вроде бы там контракт заключен на год, на вот такую команду. Ну, казалось бы, год это, блин, это очень много. На самом деле надо все равно проверять, насколько мы попадаем в сроки и насколько важно, и очень важно, насколько мы попадаем вообще в ожидание клиента. Потому что мы вроде на год договорились, и вот успеваем или нет, это все-таки надо проверять, да. Он ожидал вот это через год, а мы сможем это сделать или нет. Ну, плюс PM мотивирует команду. Девелоперы девелопят. Девелопят, девелопят. Про это можно говорить долго, да, и этому будет посвящена, я так понял, вся оставшаяся часть встречи. И QA отвечают за контроль качества, ищут, как это качество можно улучшить, хорошие QA. Поэтому хорошие QA всегда очень дружат вот с первыми ребятами, которые бизнес-аналитики. А вот, собственно говоря, все, что я хотел рассказать. Надеюсь, я уложился во время. Спасибо за внимание, ваши вопросы. Всем здравствуйте. Я расскажу об экенде. Девушка? Тогда подчеркнуйте. Основная задача, ну, меня как докладчика, это объяснить само понятие, как бы идеологическое, которое выросло, ну, за какие-то там N лет разработки, образовалось два понятия front-end, back-end. И хотелось бы рассказать о, ну, о современном понимании, когда говорят, я там, back-end-разработчик или нам нужно сделать back-end, что это имеется в виду, ну, вот в современных реалиях. Единственное, я хочу задать вопрос. Кто-нибудь разрабатывал back-end? Вот из присутствующих, кто понимает? Отлично. Само понятие back-end, это, ну, самый простой пример, да, допустим, телефон. У нас передняя его часть, это интерфейс взаимодействия с пользователем. Это front-end. То бишь, back-end, это какая-то обратная сторона. Ну, и на любых примерах можно как бы объяснить, ну, это что-то сзади, back-end, да, какая-то магия, которая происходит. Но у этого понятия сложилось, ну, как бы, несколько, именно в IT, несколько, ну, его применяют в нескольких различных, этот термин, как сказать, как бы, в каких-то доменных областях. Допустим, я буду приводить примеры на каких-то типичных проектах, и мы вкратце рассмотрим, как они работают, и вы поймете разницу front-end, допустим, и back-end разработки, и чуть-чуть мы углубимся именно в back-end. Допустим, интернет-магазин. Кто пользовался интернет-магазинами? Ну, все пользовались. Интернет-магазин — это какой-то сайт в основном, там, 99% случаев, в котором есть какой-то каталог товаров и есть корзина. Все, это можно, и есть возможность заказать. Это называется интернет-магазином, ну, к примеру. И существует какая-то панель управления этим интернет-магазином, ее называют, там, админка, еще как-либо, в которой уже сама администрация, допустим, этого магазина обрабатывает заказы, ведет каталог товаров, там, и все остальное. Или, допустим, блог или новостной сайт. Это тоже часто встречающийся проект, в котором это существует одна часть — это сам сайт, в котором взаимодействуют пользователи. Допустим, там, читают статьи, делают комментарии, лайкают, все остальное. И есть панель управления этим проектом, та же админка, в которой администрация какого-то ресурса управляет какими-то данными. Вот, я приблизительно расписываю, ну, что фронтенд. Фронтендом — это взаимодействие с пользователем зачастую, бэкенд — это какая-то административная часть. Но это одно понятие. На самом деле, именно в IT, допустим, фирме, в которой что-то разрабатывает, зачастую фронтенд, бэкенд — это совсем другое понятие. Но вы такое тоже можете встретить. Еще один пример — это мобильное приложение. Ну, у всех есть телефон, у 95% есть телефон с мобильным приложением. Само приложение является фронтендом, можно так назвать. И существует какой-то провайдер данных. Допустим, если у вас, ну, типичное приложение ВК, там, Facebook, какие-то социальные сети. Бэкендом в этом случае выступает сервер, какой-то провайдер данных, который предоставляет вам какие-то услуги. А само приложение — фронтенд. Или, если еще проще пример, это вы, когда открываете страничку сайт какой-нибудь, сам браузер и эта страничка — это является фронтенд. Все остальное, откуда эта страница, как она образовалась, откуда взялись данные, это уже о бэкенде. Вот. Ну, всем понятно, да? Как бы основная. Или, смотрите, какая есть специфика. В фронтенд-часть это интерфейс, который пользователи видят и с ним взаимодействуют. Его очень легко объяснить. Что такое фронтенд? Ну, вот фронтенд. То бишь, это кнопочки, какие-то там списки, чего-то данные выводятся. В основном это мы видим, чувствуем и как-то с этим взаимодействуем. Бэкенд-часть. Пользователь, обычный обыватель, он ее не видит. Ее, ну, сложно объяснить, как бы, если мы выведем бэкенд, там фотографии сервера, выведем вот этот бэкенд, к примеру. Очень, ну, типичный пример проекта, в котором бэкенд-часть основной, больше имеет значение для пользователя, ну, это моя точка зрения, это поисковая система, допустим, современная. У нее очень простая фронтенд-часть, которую там, за час можно такую же сделать. И очень сложная бэкенд-часть, на которой происходит вся магия. Допустим, это пользователь задает какой-то запрос поисковый, и как бы поиск, который индексирует очень-очень много сайтов, он за доли секунды выдает результат. вот, и это бэкенд-часть, которая вот на примере поисковой системы, она более весома. Мы рассматривали до этого какие-то проекты, интернет-магазин, там, новостной сайт, поисковая система, ну, и все остальные проекты, которые имеют бэкенд, они предоставляют какой-то сервис. Допустим, вот что такое сервис, кто-то может сказать, само понятие сервис? Ну, да, это рассматривалось как раз. Предоставление услуг. Допустим, сервис, который именно, если мы говорим о бэкенде, то обычно само слово сервис здесь имеется в виду какая-то оно тесно связано с понятием клиент и сервер. Допустим, если быстро на пальцах объяснить, клиент это тот, который соединяется с чем-то, то есть инициатор сетевого соединения. К примеру, браузер. Мы вбиваем какой-то адрес сайта, он создает соединение с этим сайтом, если все успешно, в ответ получает страницу. Сервер это программа, которая принимает какие-то сетевые соединения к примеру и отдает какие-то данные, она не является инициатором соединения. Вот и это понятие сервера именно как ну не железной там какой-то штуки, да, а допустим как программного обеспечения тесно связано с сервисом и собственно бэкенд это и есть скорее всего какой-то сервис, который предоставляет какие-то допустим услуги для клиентов, для клиентов именно ну и для людей как клиентов и как к примеру браузер, как мобильное приложение, вот в этом случае клиентом является ну не человек, а какая-то другая программа. Вот. Сервис. К примеру, опять же интернет-магазин. Какие услуги предоставляет этот сервис? Это, как я говорил, каталог товаров, корзина, возможность заказать. В этом случае это интернет-магазин. Опять же каталог, это возможность поиска товаров, оформления заказа, взаимодействия с платежными системами разных банков и всего остального. Это как бы мы подходим к пониманию ну бэкенд как бы от какой-то изначальной проблемы, которую должен этот сервис решить. Допустим, поисковая система. Как я до этого говорил, что в ней очень много это бэкенд. Основные задачи, которые она решает, это сбор данных, хранение данных. Сайтов очень много, эти все сайты нужно скачать к себе, как-то эти данные обработать, нужно как-то проиндексировать и сервис уже конкретных с клиентом взаимодействует как? У нас есть одна там какая-то запрос по API, мы передаем то, что ввел пользователь, в ответ получаем 10 результатов. Ну, если в очень простом смысле. Но основная как бы часть, ну, какие могут быть, они собственно, вот вы можете их открыли интернет магазин, вам нужно откуда-то взять список какой-то набор товаров, его откуда-то нужно взять, его либо нужно составить вручную, допустим, поисковая система собирает странички со всего интернета, да, скачивает, это одна часть, вторая часть, эти данные нужно хранить, ну, к примеру, если это интернет магазин, если мы будем хранить миллион товаров, это не так много, да, их можно даже распечатать на листике и хранить, к примеру, в поисковой системе этих данных очень много, там нам нужно какие-то десятки тысяч серверов, там, где оно даже в архивированном состоянии будет очень много занимать, и обработка данных, это к примеру, если, ну, чтобы понять, как работает поисковая система, вы можете, все сталкивались с оффлайн-версией допустим поисковой системы, это к примеру библиотека, да, мы приходим к библиотекарь, там, библиотекарь какой-то, мы задаем запрос, я хочу там какую-то книгу, стоит очень много книг, то бишь хранится это все в какой-то там, не знаю, там, на каких-то сотнях квадратных метров, к примеру, хранятся книги, человеку, который будет отвечать на ваш, ну, ответом на ваш вопрос, запрос, да, будет на выхлопе или какая-то книга, или, ну, что нет такой книги, или они закончились, собственно, обработка данных в библиотеке, они их так хранят книги, чтобы их можно было быстро найти, то бишь там у нас есть какие-то ряды, в котором все книги на букву А, там, второй ряд все книги на букву Б и так далее, то бишь хранение и обработки, ну, а до этого их нужно было этой книге все расставить по этому алфавиту, вот, и обработка данных, она, ну, как бы имеет тоже весомую часть в бэкэнде, не только сама функция, ну, функционал по, там, взаимодействию с клиентом, опять же доступ к данным, на примере библиотеки, к примеру, если у нас один человек приходит, задает вопрос, хочу какую-то книгу взять почитать, у нас сколько он может одновременно обслуживать клиентов, которые пришли, ну, немного, два, три, там, он дальше уже забудет, или может и обслуживать 10 одновременно клиентов, то бишь, он подождал, когда к нему 10 человек пришло, попросили мне, там, «Войну и мир», там, Пушкина и всех остальных, потом он пошел, собрал этот заказ, принес, всем 10 выдал. Что будет изменяться, к примеру, ну, чем больше будет клиентов в библиотеке, что будет больше в этом случае, кто скажет? «Время ответа?» Да. Будет увеличиваться время ответа. Допустим, если перейдем мы на бэкенд какого-то сервиса, того же к меру поисковой системы, чем больше запросов задается одновременно к поисковой системе, тем дольше она делает, какой-то формирует ответ. Соответственно, это плохо. Ну, представьте, мы открываем какой-то, не знаю, Google, вписываем там запрос купить без смс, там, что-нибудь еще и ждем. 5 минут, 6 минут, 10 минут, мы не будем пользоваться таким сервисом. Пользователь уходит, соответственно, ну, смысла это не имеет. Для этого стараются как можно меньше сделать задержку при формировании ответа пользователю или не пользователю, какому-то клиенту. Это, ну, собственно, это отсюда выходит термин доступность сервиса. То бишь, как он реагирует на нагрузку и, ну, и все с этим связано. Я просто, ну, я буду бегло рассказывать по основным таким пунктам, которые как-то, которые как-то, ну, помогут вам понять, что такое бэкенд-разработка и, ну, все с ней связано, потому что, ну, за 30 минут нереально что-то про бэкенд рассказать. Что такое данные? Кто-то скажет? Вы, наверное, это учили. А? Ну, можно так сказать. Почему, почему я говорю про данные? В основном, в очень, ну, в большинстве случаев бэкенд крутится вокруг понятия данных и о проблемах, связанных с этими данными и о решении каких-то вопросов, тоже связанные с данными. Допустим, там, если это приложение ВК, у нас там какие данные? Ну, посты, лайки, комменты, видосики, там, картиночки с кошечками и все остальное. Это все какие-то данные. Ну, данные, в общем, можно назвать нолики, единички, там, и все остальное, да, вот, какие-то там, что-нибудь, какие-то сигналы. Но, чтобы работать с бэкендом, понимать, как, ну, что он будет делать, нужно эти данные как-то по каким-то категориям разбить. Допустим, я приведу примеры, как, например, данные можно, ну, как-то категоризировать, да, они могут быть текстовые изображения, медиа, прочее. Текстовые отделены, допустим, от каких-то других, это их человек может прочитать, ну, там, какое-то, что-то связанное, связанное, которое человек может, допустим, статьи, сообщения, описания, там, description и все остальное. Бывают текстовые форматы, это в веб-разработке HTML, XML, JSON и там и все остальное. Это, по сути, когда у нас есть, вот, просто текст, это какая-то статья. А мы, в статье, что, какие могут быть ее какие-то метаданные, это заголовок статьи, дата публикации статьи, там, и все остальное, лайк, когда был сделан, кем сделан, там, и все остальное. Для того, чтобы это в одну сущность собрать, их какую-то, ну, запаковывают в такую, какую-то структуру, которую может прочитать человек для отладки этого всего дела и которую понимает машина и может разбить из этого текста, к примеру, что вот это заголовок, а вот это контент, ну, к примеру. Потом бывают изображения, медиа, ну, я привел примеры, которые, ну, наиболее часто по типам делятся. Те же самые данные можно разделить по форматам. Бывают текстовый, бинарный формат. Текстовый формат, это, как я говорил, что, что, если очень просто, это то, что можно глазами прочитать и что-то понять из этого, когда это не, ну, не программа читает, а человек читает. Бинарные, это когда, в основном, это какие-то очень сложные структуры данных, которые человеку вообще не нужно читать. Допустим, изображение, человек, прочитав вслух, он не поймет, что там котик. Для этого есть специальная программа, которая ему это показать должна. Это связано и с медиа форматами, с ПО, с архивами, ну, и всем остальным. Еще можно в другую сторону пойти. Какие данные могут быть статические, динамические? Это уже не о том, что в этих данных хранится, а о том, как мы с этими данными потом работаем. Допустим, статические данные. Кто-нибудь пример скажет статических данных, если кто с вебом связан, к примеру. А? аудио, картинки, какие-то файлы, любые файлы. Но на самом деле, к примеру, картинка тут не в том, что в этих данных хранится, а именно предназначение. статические данных. Допустим, к примеру, статические данные, они мало изменяются, потому их хранят, как бы так, пример, допустим, картинка пользователя в соцсети. Она меняет, ну, кто-то может три раза в день менять, кто-то может десять лет ее не изменять. Это, по сути, эти данные в основном статические. В основном все изображения, к примеру, аудиозаписи, они статические. Если, допустим, пример с вебом. Эти данные просто хранить и высокая скорость доступа. Почему мы можем, к примеру, эти статические данные каждому клиенту, клиент один раз, как, допустим, если это браузер или мобильное приложение, он эти данные получает, когда соединился с сервером, данные эти получил, и дальше их вообще, ну, может у себя хранить, так называемый кэш. Есть данные динамические, к примеру, представьте, если бы у нас картинка пользователя в соцсети менялась бы 15 раз в секунду. Нам бы, ну, мы не можем сделать кэш, нам каждый раз нужно эти данные вытягивать, это усложняет всю эту конструкцию и, ну, очень сложно с этим работать. Для чего эти данные хранить? Ну, зачем их бэкэнд вообще хранит? К примеру, новостной сайт. мы, что дает преимущество схема, в которой бэкэнд какие-то данные хранит? Это, на примере новостного сайта, мы не печатаем, никакой бумагу не тратим, мы быстро доставляем этот контент пользователю, пользователь зашел, нажал F5, он сразу получил эти данные. Это преимущество того, что хранится, эти данные хранятся в каком-то централизованном месте. ну, или, например, все остальное. К примеру, в поисковой системе, это тот пример, опять же, к ней возвращаясь, мы не можем пользователю вообще эти данные, ну, он не может их сохранить, потому что никакого ни телефона, ни компьютера, ни у какого пользователя не хватит сохранить то, что, к примеру, хранит Google, Яндекс, и все остальные. Потому здесь, ну, хранение данных на бэкэнде дает именно какой-то профит. Есть, ну, хороший и плохой бэкэнд, допустим. Чем он может быть хороший, чем плохой? Ну, чем он хороший, если наоборот будет плохой? Ну, в первом, это как и любое ПО, функционал соответствует требованиям. Если функционал, который изначально заказчик захотел, он бэкэнд выполняет, допустим, он хороший. Надежность. Это то, что у нас после, не знаю, десятков часов работы у нас не будет никаких отказов. Ну, например, не знаю, загорелся дата-центр, сгорел, потом мы этот бэкэнд смогли запустить, он ненадежный. Или выключили свет, сервер выключился, включился, все не работает. Безопасность. Это, ну, все понимают безопасность. Это логин, пароль, двуфакторные авторизации через смс-ку. Ну, все с этим сталкиваются, работая там с банками или еще с чем-то. Скорость доступа к данным. Я этот вопрос немножко мы рассмотрели. Это с ростом нагрузки у нас уменьшается, увеличивается время ответа, то бишь уменьшается скорость доступа. Ну, чем меньше время ответа, тем выше скорость доступа, тем лучше. Стоимость владения. Это очень просто выразить, даже математически, как-то эта формула называется, когда у нас, чтобы обслужить, допустим, тысячу клиентов одновременно, нужен один сервер. Для того, чтобы обслужить две тысячи клиентов, нам нужно два сервера. Это не всегда так, и обычно это в идеальном, как бы, сферический, такой конь в вакууме, когда у нас линейная масштабируемость, так называемая. Допустим, обычно для десяти тысяч нужно уже там пятьдесят серверов поставить, а не десять. Масштабируемость это вообще возможность как-то, ну, эту, увеличивать, ну, увеличивая количество там каких-то инсталляций или чего-то еще, как бы увеличить, уменьшить скорость ответа. Ну, и расширяемая архитектура это то, что мы изначально, когда проектируем в экенд, мы закладываем возможность вообще расширения какого-либо. Ну, и под конец это как делают бэкенд, имеется в виду, какие технологии используются. Я привел пример по популярности, по статистике просто. Это, на чем пишут? Это Java, C Sharp, JavaScript и остальное. Это тренды, которые сейчас присутствуют. Ну, Java, Oracle, C Sharp, Microsoft, JavaScript, кто-то. На чем запускают это операционные системы? Linux, Windows, можно сказать все остальное. Контроль ревизии. Кто разработкой уже какой-то занимался, ну, что-то знакомое увидит. Контроль ревизии это какое-то версионирование кода нашего. Использование фреймворков. Если вкратце, фреймворк это какой-то уже ну, зачаток какой-то проекта, на котором можно, ну, фреймворк дословно платформа переводится. Это какая-то уже идеология, какой-то уже, ну, кто-то взял, написал нам кусок проекта, мы дальше можем уже его использовать. Но это, если очень просто объяснять, как бы, тут не дашь какого-то единого понятия. Опять же, Spring, Dotnet, Express, Django, и Ruby, ну, и Nagoe я Revol не использовал. Опять же, мы говорили про данные. В первом случае данные это какие-то картиночки, медиа, мы можем в одном, в каких-то случаях хранить в файлах, какие-то есть данные динамические, скорее всего, их хранят в базах данных каких-то или каких-то хранилищах. По популярности MySQL, Postgre, Mongo, Redis и все остальное. На самом деле здесь написано каша как бы из MySQL, допустим, и Redis, их сложно сравнивать, но это в общем какие-то хранилища. Это по статистике, к примеру, за, не знаю, 5 лет, которую я наблюдал в разработке за последние 5 лет. Все. Не ожидал такого представления. Спасибо большое. Собственно, меня зовут Алексей, компания Cyclone, я фронт-энд девелопер и буду пытаться что-нибудь вам рассказать. Рассказывать таки можно много о нем, но постараемся как бы выяснить какие-то основные моменты и основные положения о фронт-энде. что такое фронт-энд? Википедия нам пишет, что это интерфейс взаимодействия между пользователями и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Кто-нибудь что-то понял? Там видно вообще люди? Не? Ладно, я прочитаю. Фронт-энд интерфейс взаимодействия между пользователем и основной программно-аппаратной частью бэк-энд. Фронт-энд и бэк-энд могут быть распределены между одной или несколькими системами. Фронт-энд это абстракция, которая предоставляет пользовательский интерфейс. Что, кто-то что-то понял? Ну что, совсем никто не понял, серьезно. Ни один человек? Ну ладно. Объясним обычными словами. Тут уже ребята пытались объяснить, что такое фронт-энд. Я немножко как бы приукрашу. Потому что фронт-эндчик я люблю украшать. Фронт-энд это как бы прослойка между пользователем непосредственно, который там тыскает в браузе и куда попало и бэк-энд частью, которая уже обрабатывает там все, что этот пользователь натыскал. Это понятно? Не вижу. Ладно. Будем считать, что понятно. То есть, что делает у нас фронт-энд? Что это такое? Он обрабатывает все действия, совершенные пользователем в браузере. То бишь, это очень большая на самом деле часть, потому что правильно обработать, отослать на сервер то, что нужно, а не то, что получилось. Это в какой-то степени я считаю искусством. В принципе, я думаю, мы можем закончить. Всем все понятно? Какие вы понятливые? Может, вообще не стоит ничего. Вообще, кто-нибудь знаком уже с фронт-эндом? Кто-нибудь что-то там пробовал страничку сверстать или там стиле написать? Пробовали? Я вижу, пробовали. Молодцы, пацаны. Спасибо. Поактивнее, не смущаемся. В общем, так как мы выяснили, что такое фронт-энд, будем выяснять, с чем его едят, точнее, с чем его готовят. У нас тут есть три основных, скажем, кита фронт-энда, это HTML, CSS и JavaScript. Мне, кстати, очень вопрос понравился, по-моему, ты спрашивал, нужен ли бэкенчику JavaScript, фронт-энд, не просто нужен, а очень нужен. Вот я так дополню своего предшественника, потому что, ну, по крайней мере, может, там верстают и не все бэкенчики, а JavaScript хоть как-то где-то пишут все. То есть, хочешь не хочешь, JavaScript сейчас везде. Вот, скоро, ну, мы еще дойдем до мест JavaScript. Вот, как бы, HTML, JavaScript и CSS это основные, фундаментальные вещи, которыми пользуется фронт-энд-девелопер. Все остальное, то, что тут на слайде как бы нарисовано, это уже настройки какие-то, фреймберки, припроцессоры и прочее, ну, как бы, это уже глубже идет, непосредственно специфически идет, там, в зависимости от специфики проекта, от специфики задачи и так далее, и тому подобное. То есть, фронт-энд-девелопер, он мало того, что должен хорошо владеть вот этими тремя штуками основными, которые с самого верху, это, ну, вообще must-have, как говорится. Еще и шарит, каких-то лес, лес, например, SAS, да, это у нас относится к CSS, это препроцессорный CSS, какое сложное, слава Боже. Кучу всего можно делать, это тоже очень крутая технология, ее там делали долго, очень круто сделали, можно рассказывать много, но лучше это самим узнавать, самим пробовать, потому что я бы рассказал, конечно, с удовольствием, но в следующий раз. Что тут еще есть? Bootstrap, foundation, это, ну, так сказать, HTML на CSS фреймворки, которые помогают как раз backend-чикам взять быстренько, накидать какой-нибудь маркапчик и не париться, потому что, бывают иногда проекты такие, вот я сам какое-то время работал на проекте, которые внутренние компании, особо там, левые люди, скажем так, его не видят, то есть, он служит для работы внутри именно какой-то конторы, вот, и там датнэйчики мои пацаны накидали bootstrap, там, не парились с инлайновых стилей, нафигачили, и потом я пришел такой, ребята, что здесь происходит? Зачем мы это все сделали? Ну, сделали уже, я разгребал, ну, прикольный экспириенс, полезный, бодрит, так сказать, что тут еще есть? Боуэр, Гальп, Грант, такие более серьезные штуки, которые помогают вам большой-большой проект в куче разных файлов собрать в один и все красивенько запулить на сервер, чтобы было все круто и красиво. В принципе, вот с этим мы готовим. Backbone, да, еще не сказал, и Angular, Angular, React, это фреймверки именно джаваскриптовые, то есть, самый верхний товарищ джи-си, вот черт, нужно было 16 поставить. Ладно. С предыдущей версии иконку взял, извините. Мы говорим о современных вещах, сейчас уже спецификация JavaScript 16 есть. Это очень крутая штука, очень крутая, но сырая. Вот, фреймверки. Фреймверки, что делают фреймверки? Берем JavaScript, это язык программирования, большой, может, куча всего. Фреймверк помогает минимизировать код, пишемый, писуемый. Не знаю, как правильно будет на русском, я думаю. гуманитариев нет, меня никто не наругает. В общем, написуемый код девелоперам уменьшается, потому что эти все фреймверки умеют кучу всяких фич. Они уже в них прописаны, и тебе не нужно, например, чтобы сделать какой-нибудь попапчик, писать там get element by ID, show hide и так далее, ты просто пишешь там попап, одно слово, все, все работает, все классно, все делает за тебя. Ну, там тоже есть свои подводные камни, это не так уже всегда хорошо работает, как тебе хочется, а там уже патчить фреймверк, это дело такое очень опасное. Не советую, честно, не советую. Что там у нас дальше? Кто фронтенд готовит? Очень часто фронтенд это глобальная штука, я уже сказал, большая такая, серьезная. И в этой всей большой штуке есть некоторые как бы подразделения. То есть весь фронтенд можно, грубо говоря, разделить на маркап-часть, это, собственно, HTML, CSS, это то, что вот у нас по-русски верстальщиками называется, верстальщик. Ты фигачишь HTML, CSS, стильнички, навешал, все красивенько, картинка у тебя в браузере уже есть. А что же делать с этой картинкой дальше, когда она ничего не может тебе в браузере сделать? Нужно цеплять скрипты, без них никуда. И это уже JavaScript, только не девелоперы, это мы пока на того симпатягу не смотрим. Собственно, маркап-девелоперы делают маркап, фронт-энд-девелоперс, вот именно, что мы говорим, фронт-энды. Фронт-энд-девелоперс собирает в себе все функции вот этих трех чуваков, это типа в одном. Он должен уметь верстать, не просто там будет страпчик натянуть, как датнетчики, а нормально, шарит там, в HTML-ах пятых, CSS-ах третьих, лес, SAS, конечно же, тоже лучше знать. То есть, это такой умный достаточно человек, почти как я. Что он еще должен уметь, фронт-эндчик? А, ну фотошопчик и всякий, ну короче, умеет все, JavaScript, без него никуда. Фронт-эндчик обязан знать JavaScript, хотя бы нативный и какой-нибудь фреймворк это вообще супер, а лучше два фреймворка. А если три знаешь, так вообще. Давайте работать вместе. JavaScript developers. Ух ты, отчипяточка. JavaScript developers. Это суровые чуваки. С такими лучше не связываться. Они полезли на сервер, сделали Node.js и запускают межалактические шаттлы вместе с JavaScript, точнее, посредством JavaScript. Это скорее даже, не знаю, это киборги какие-то, а не люди, которые говорят скриптами и патчат фреймворки, как раз то, что не надо делать, делают, но они могут сделать, они знают, что делают. Вот, поэтому, как бы, как понять, кто такой фронт-энд-девелопер. Это маркап-девелопер, фронт-энд-девелопер, JavaScript-девелопер. Это я не могу вам ответить, вот честно, потому что в каждой компании есть свои критерии, есть свои какие-то нюансы, по которым определяется, даже, можно сказать, не в каждой компании, на каждом проекте. Вот я, например, работаю в Cyclum, это вот став компания, у нас много разных проектов, и, как бы, по сути, я не работаю на Cyclum. Вот так вот. Я работаю на своих датских заказчиков, у меня свой проект, у меня своя команда, то есть я, мне Cyclum дает только место, посидеть там, чай, кофе, плюшечки. Вот, и у меня на проекте там одна специфика, а у соседа Васи на проекте другая специфика, он и я фронт-энд-девелопер, но Вася запускает шаттлы, а я странички верстаю, или наоборот. То есть, я, как бы, все-таки отдаю предпочтение называть фронт-энд-девелоперам, именно ребята, называть ребят, которые делают именно ту часть, о которой я говорил, именно берут данные от клиента, от пользователя, который там что-то в браузере у себя наклацал, и пуляют их на сервер. А всякие Node.js и MangaDB и так далее и тому подобное, это уже для JavaScript-девелоперов. То есть, это уже JavaScript настолько универсален, хорош и просто там лучше, чего уж там язык программирования, что на нем можно реально делать все. Ни один другой язык программирования на данный момент не позволяет сделать полностью заморфное приложение. То есть, приложение, которое будет и на клиентской, и на серверной стороне пользоваться только вот одним, например, JavaScript-ом. Ну, там без настроек никак, но это уже нюансы. Так что фронтенд-девелопер, который может все, но в сервер не лезет, потому что он фронт. Зачем ему в сервер лезть? Понятно? Все тут затихли. Или вы уже спите? Ага, быстренько. Собственно, что было с фронтендом какое-то время назад? Я начал работать 7 лет назад в этой всей штуке. Вот. И 7 лет назад все было не так круто. Вот этих всех иконок, которые были на предыдущем слайде, не было вообще. Что у нас было? У нас было HTML 4. XHTML 4.1 по-моему. И CSS. Никаких вам САСов, лесов, вот этих классных штук. И был еще гроза всех верстальщиков, ненавистный и просто ужасный и беспощадный интернет-эксплорер 6. Ребята, я вам, честное слово, очень завидую, потому что вы не увидите этот политкорректность. Но, собственно, все поняли. И, между прочим, это был такой вот трип не только для фронтэнщиков, он еще и с бэкэндом так нормально мог сюрпризов предоставить. В общем, было все плохо. Мы на этом не будем акцентировать внимание, потому что это было и прошло. Лучше посмотрим, что у нас сейчас есть. Снова иконки. Придется передохнуть от текста, посмотреть на картинки. Я же фронтэнчик, я только картинки умею делать. Сейчас невозможно следить за этой, за развитием вообще этой индустрии, этой темы, я не знаю, растет просто с каждым днем, как на дрожжах, говорится. Я выбрал, ну, такие самые более-менее популярные, ну, штуки, которыми сам пользуюсь. Не буду врать. Чем не пользуюсь, не могу об этом рассказать. Собственно, на данный момент вот флагманами, передовыми технологиями, которые пользуются большим спросом на рынке и с которыми вы можете спокойно прийти в сиклум, открыть ногой дверь и сказать. Давайте, берите меня на работу, я знаю, React. Это заценят, реально. Знать React это очень круто. Ребята с Facebook постарались. Основные у нас AngularJS, сейчас уже вот вторая версия в бете, как бы, ну, ковырял, смотрел, очень интересно, но бета как-то на больших продакшенах стрёмно использовать. EmberJS, KnockoutJS, чуть-чуть вот как раз на датнете. Датнетчики очень любят KnockoutJS, потому что, потому что это майкрософтовский продукт. Ну, я не буду о майкрософтовских продуктах говорить, потому что сам работаю на датнет-проекте. Но я считаю, что майкрософт ничего хорошего за всю свою историю не сделал. Извините, если кого-то обидел. Это сугубо мое субъективное мнение. Можете вообще выйти. А, кстати, я забыл сказать, если у кого-то есть вопросы, давайте сразу же их задавать в таком формате, провести, то что-то, простите, наверное, перенервничал. Чтобы не забыть, потом к вечеру уже все спят, наверное. Что тут у нас есть еще? D3, библиотечка для визуализации данных. Вот как раз тех данных, что статические, динамические, очень-очень-очень хорошая штука. Ну и плюс Node.js, NPM, Bower, Gulp, SAS, ну это уже все такие, скажем, штуки Bower, Gulp, это вообще там не программирование, ты в консоли там себе написал NPM, Install, минус G там и оно тебе что-то ставит. В принципе, вот те вот ребята, которые JavaScript девелоперы, они там разбираются, что там за команды, что там оно делается, ну, не знаю, лично для меня это черный экран, консоль, консоль, кто-нибудь, виделись, да, по-любому все, черная фигня, ты там пишешь, ну, команды гугляться, ничего там сложного нету, пару раз криво установишь, на третий раз нормально установишь, разберешься, никуда не денешься, вот, как-то так, вот, можете запомнить все эти, сфотографировать штуки, они обязательно вот именно фронтенд девелоперу пригодятся. Что же будет дальше? Дальше будет, я вам не могу сказать, потому что вот пока я вам сейчас стою, рассказываю, уже выпустил или, наверное, какие-нибудь ребята фреймверк очередной, сейчас приду домой, почитаю, а там уже все, мы шаттлы вам запускаем, function запустить шаттл вверх, все, полетели, отлично, то есть прогнозировать что-то очень сложно, потому что вот я 7 лет работаю, 7 лет пытаюсь как-то следить за всеми тенденциями, что-то там использовать, ковырять, смотреть, разбираться, все время, каждый день что-то придумывается, апгрейдится, патчется и реально не уследишь, нужно все время просто смотреть и понимать, о чем идет речь. С чем начать фронтенчика? Потому что реально очень большой объем, очень все фреймверки, все там какие-то библиотеки, они предлагают свои фичи, свои возможности и можно с ума сойти, когда ты выбираешь с чем тебе иметь дело. Это, я вот думаю, минимум именно для фронтен-девелопера, не для маркапа. С моей точки зрения, ну это естественно опять же, HTML, JavaScript, CSS, потому что надо. Это не мне так хочется, это действительно надо, без этого никуда. Photoshop, ну хотя бы там на каком-то уровне, чтобы там вырезать что-нибудь из него мох там, кропом или еще чем-нибудь. Chrome, не просто так, здесь браузер, потому что без браузера у нас как бы никуда. А отладка приложения, дебаггинг, так сказать, это очень большая часть работы программиста, потому что когда у тебя что-то не работает, тебе нужно выяснить, почему это не работает. А фронтенд девелопер, у него нету компилятора, у него нет дебаггера, он может только в браузере увидеть свои ошибки. Ну или ошибки .NET-чика, там уже как повезет. Поэтому нужно знать Chrome со стороны девелопера. Есть прекрасный инструмент Web Developer Tool, если кто-то соберется начинать там что-то делать с фронтендом, первым очередь ставим Web Developer Tool, потом уже там гуглим, что такое фронтенд снова и вспоминаем. V3C это спецификация HTML, то есть там прописаны все там семантики, хирархии, короче, такое. Ну, для хорошей верстки нужно знать, потому что семантичный код это очень хорошо, он работает гораздо лучше, гораздо быстрее, рендерится браузером, у тебя не развалится страничка, как попало, как это бывало в E6. семантика, Google, гуглить нужно обязательно уметь, потому что Google это кладезь информации, Stack Overflow, тоже кто не знает, запомните, это очень нужная и полезная штука, которая спасает девелоперов. NPM, Grand Bauer, ну, он уже говорил, это вот эти вот настройки системы, которые тебе помогают там разбить, точнее не разбить, ты сам разбиваешь проект на модули, там какие-то фичи, а вот эти вот все штуки, они тебе помогают, ну, Grand вообще классная, классная вещь, это отдельная тема для разговора, потому что он там смотрит, каждый раз, когда ты поменял что-то файл, он у тебя самого сохраняет, сам пересобирает, минифицирует скрипты, минифицирует стили, там, супер, советую всем. Внимание, pay attention, внимание нужно фронтенчику очень, очень-очень нужно, потому что упустил там, что-то где-то полезло, вылезло, все, потом кастомер увидел и у тебя божина, так ты сам все узреть, внимательная сообщение, наверное, в любом деле нужна, но во фронтенде особенно. Git и GitHub, я не просто разделил эти, как бы, вроде бы похожие и одинаковые названия, Git, это система контроля версий, которая, ну, сейчас, наверное, самая популярная, SVM уже подумирает, подумер, наверное, гитом пользуются многие, практически все. GitHub – это сообщество, это как бы веб-сайт, на котором выкладываются все бранчи, все репозитории самого ГИТа и на котором реально можно научиться, можно посмотреть, увидеть код, который пишут, вот эти вот чуваки с шаттлами, и там уроков дофига, ну, это целое сообщество, это комьюнити, там много людей, много путевых людей. И остался у нас английский. Без английского в IT очень, войти, войти очень сложно. Не знаю. Особенно для разработчиков, если еще и open, блин, как его, staff у нас, open staff проект, то ты каждый день общаешься, переписываешься, голос там по-разному с клиентами, и тебе без английского совсем никак и будет очень тяжко. Я даже знаю ситуации, когда просто, ну, отличнейшего программиста, профессионала с опытом просто не брали, потому что он не знает английского. Все, прости. О, все. Вроде, вроде уложился. Ну что, друзья, как бы, меня зовут Петраш Александр, я Q-элит в компании Aquilon, я работаю в тестировании, ну, года уже так с 2004-го, что там еще нужно посчитать, сколько в результате я тут на рынке нахожусь и примерно представляю, как устроено тестирование внутри. Вот. Итого. Сегодня я расскажу вам о том, что вообще такое тестирование, чем оно отличается от вот того замечательного quality assurance, который упоминался здесь, и почему это два разных слова, и почему на собеседованиях регулярно спрашивают, а это одно и то же или разные вещи. Вот. То есть, как минимум, один ответ на, точнее, ответ на один из вопросов, думаю, будете знать. All right. Так, поехали смотреть, что у нас там и как. Окей. Так повелось, что на нашем рынке терминология немножечко спуталась. и несмотря на то, что обычно тестировщики, вот как бы на русском их называют тестировщиками, на английском в вакансиях, в резюме их называют QA engineer. То есть, инженер по контролю качества. Точнее, по обеспечению качества. Вот так вот. Это на самом деле два немножко разных понятия. Вот. То есть, тестирование это процесс проверки того, что наш продукт, который там программисты педалили последние несколько недель в жутком угаре, соответствует требованиям заказчика. То есть, заказчик таки, как бы он удовлетворяет бизнес-запросам заказчика. Вот. Это, собственно говоря, процесс тестирования. То есть, мы берем продукт, берем спецификацию, смотрим, вот у нас продукт, вот спецификация, начинаем сравнивать. Как бы, все, что не совпадает, это баги, это уходит в бэктрекинговую систему, и потом, естественно, как-то исправляется, либо не исправляется. По-разному бывает. Потому что иногда заказчик может посчитать, что да не-не-не, мы вот так, вот как вы сделали и хотим. Вот. Это тестирование. Что касается quality assurance, это более широкое понятие, и это процесс обеспечения качества разработки. То есть, как сделать так, чтобы тот продукт, который мы получим в результате, был качественным, и содержал меньше ошибок, был как бы более лучше, быстрее, сильнее и так далее. Вот. И это как бы целый набор мер там. Набор мер, метрик, которыми это качество измеряется. Короче, туда же примерно к quality assurance отправляются всякие ISO 9000 и прочие стандарты качества, кстати. И они существуют не только в IT-шной индустрии, но и в целом мире. Как-то так. Вот. То есть, на самом деле, тестирование, это всего лишь навсего один из методов обеспечения качества. Есть куча разных других. И на деле вот то, о чем Иван рассказывал в самом начале, там у него был пункт про обеспечение качества. И вот суровый как-то выросший тестировщик, выросший в QA инженера, он представляет, как лучше поменять процесс. Что подправить, что добавить, как сделать так, чтобы мы больше не наступали на эти грабли, чтобы эти баги, которые у нас появляются там буквально каждую неделю, то есть мы каждый раз делаем фичу, тестировщики проверяют, смотрят, находят баги, как бы, мы берем следующую фичу, опять делаем, у нас опять там баги, типа, ну, по-моему, что-то с качеством не то. И начинается поиск почему так, как сделать лучше. Именно поэтому применяют всякие замечательные методики, типа continuous integration, кто-то слышал, что это такое вообще? Севай. Я вижу, кивает человек, ладно, я не буду. Так вот, это штука, которая позволяет автоматически собирать проект после каждого коммита. Как только программист закончил какой-то свой кусок кода, и он его отправил, собственно говоря, в систему контроля версии, там, где лежит весь наш замечательный проект, то continuous integration система, она автоматически на каждую отправку кода собирает наш продукт и запускает на нем некий сет автоматических тестов, чтобы убедиться, что проект собирается, то есть некоторые программисты очень любят, вот он написал код, посмотрел по коду, все хорошо, он даже не компилирует иногда. Бывают такие товарищи, причем бывают до сих пор, серьезно, вот на полном серьезе, есть точно так же в результате, то есть чуваки отправляют это дело в continuous integration, continuous integration в первую очередь собирает продукт, во-вторых запускает там некий сет автоматических тестов, обычно достаточно базовых, то есть проверить, что запускается, проверить, что один главный workflow работает, то есть если наше приложение должно что-то считать, не знаю, калькулятор, он просто там умножает 2 на 2, проверяет, что это 4, все, больше ничего не нужно, то есть по факту, то есть то, что товарищ программист закоммитил, уже как минимум работает, вот, если соответственно не работает, то изменения, которые закоммитил программист, откатываются, потому что ну кому не нужен, как бы, господи, кому нужен неработающий проект, вот, изменения откатываются, товарищ программист отправляется изучать отчет и фиксить, что же там попадало. Систему, как ни странно, вот казалось бы, то есть простая такая штука, но при этом ее иногда программисты не любят и радостно пытаются обойти, потому что ну как же, ну я же долго писал, я вот собрался, напедалил целую кучу кода, у меня оно даже почти работает, и когда я пытаюсь залиться, у меня там падает из 150 тестов 50, вот, ну я же не буду читать логи, зачем, я тихонечко откручиваю, как это, откручиваю Continuous Integration, комичу напрямую туда, и потом не важно, что произойдет, вот, на самом деле я наблюдаю сейчас вот эту вот картину на текущем проекте, и это печалит, вот, то есть более-менее понятно, что такое обеспечение качества, да, нет, вроде да, олрайт, теперь к тестированию, что там у нас дальше, что такое вообще типичный тестировщик, что ему нужно делать, какими чертами он должен обладать, в первую очередь, как ни странно, внимательность, то есть тестировщику важно видеть даже мелкие отклонения от того, что написано в спецификации, то есть если в спецификации у меня нарисован макап, то есть шаблон того, как должен выглядеть юзер-интерфейс, ну там, не знаю, три текстовых поля и две кнопки, вот, то я должен смотреть, как они расположены, одинакового ли они размера, а не отличается ли у них размер на один пиксель, вот, кажется смешно, но очень часто я встречал баги вот именно такого рода, вот, юзер-интерфейсные, когда у меня есть огромная страница с кучей полей, у меня есть две кнопки сохраните отмена сверху страницы и после скроллинга снизу страницы, и вот они относительно друг друга смещены на один пиксел, с одной стороны казалось бы, ну что там, ну взял, типа взял вроде проскролил вниз, ну плюс-минус попадает, на деле это может, если форма чуть-чуть уменьшится, это может быть видно, как только вся форма уменьшится до одной страницы, это сразу будет видно, что они чуть-чуть отходят, вот, то есть это самые базовые проблемы, которые бывают, бывают разнообразные баги с тем, что система вроде бы делает то, что тебе нужно, но кроме того, ну кроме того, что она там, скажем, меняет какой-то объект, состояние этого объекта, ну не знаю, там у нас может быть там система менеджмента каких-нибудь перевозок товаров, что-то такое, вот у нас товар перемещается из точки А в точку Б, вот, нужно посмотреть, что у него поменялась не только его локация, но и остальные параметры остались на месте, а этих параметров там может быть еще штук 50, вот как-то так, соответственно, туда же отправляются всякие опечатки в тексте, которые очень не любит заказчик, потому что он, в отличие от нас, знает английский язык обычно лучше, как-то так, вот, дальше, настойчивость, то есть, тебе почти всегда, как тестировщику приходится докапываться до сути, то есть, если у тебя есть большая система и в ней, не дай бог, что-то где-то работает не так, как описано, то тебе приходится докапываться, почему? Потому что просто описать, ну вот, я нажимаю здесь на кнопку, а у меня не показывается в конце, там, не знаю, текст, что, мол, операция выполнена успешно, внутри, как бы, источник проблемы может быть разный, и если не ты потратишь время на это, то это время потратят программисты, и зачастую программистам, особенно если проект большой, то вот программисты разделены, собственно говоря, на фронтенщиков, бэкенщиков, там даже просто базовое разделение, и тебе неплохо было бы выяснить, в какой из двух подсистем локализована проблема, то есть это оно отображается неправильно, а на самом деле все хорошо произошло там внутри, или там внутри ничего не произошло, и, соответственно, ничего и не отображается, и в зависимости от этого ты будешь уже в баге описывать, какая из команд будет фиксить, то есть те, которые сервер там что-то педалят такие вот грамотные ребята, которые этот UI в общем и не видели никогда, или люди, которые ответственны за отображение, как-то так. Дальше, коммуникабельность, вам придется много разговаривать с бизнес-аналитиками, потому что бизнес-аналитики это те люди, которые знают, как должен работать продукт, и как бы, как ни странно, они обычно знают это лучше программистов, несмотря на то, что программист там код написал, все такое, он умный, он читал спецификацию, но нет. Бизнес-аналитик знает, что ему нужно, ну, что клиенту нужно для бизнеса, что будет приносить ему деньги, а не то, что программист напедалил. Поэтому, если есть некие вопросы касательно вот спецификации описано вот так, а там достаточно часто спецификация бывает или описана не до конца, или какие-то очень специфические условия, в очень специфических условиях непонятно, как она должна, как система должна себя вести. И вот в таких случаях бесполезно идти сразу к программисту, потому что программист это уже сделал, он уже прочитал спецификацию, он уже написал код, и у него есть некоторое понимание, как эта система должна работать в этих условиях. И он не даст правильного ответа на вопрос, типа, как должно быть правильно, он даст свое видение. А на самом деле правильный вижен либо у заказчика, либо у бизнес-аналитика. И зачастую эти чуваки так или иначе англоязычные, потому что достаточно редко бывает на нашем замечательном аутсорсинговом рынке заказчики русскоязычные. То есть почти всегда это чуваки где-то в Америке, в Англии, в Дании, whatever. Вот. Собственно, поэтому коммуникабельность раз. Коммуникабельность два, вам придется договариваться с программистами. То есть тестировщики, как ни странно, вот в случаях, например, когда программисту хочется, ну то есть вот программист пофиксил некий дефект. Там, не знаю, не логинились пользователи. Вот. И программист просто пофиксил, теперь все хорошо, теперь всех пускает, только вот не проверяет, что там логин, пароль существует в базе данных. Не важно, он теперь всех пускает. Вот. А в дефект, потому что его описывал заказчик, описано как бы никого не пускает в систему. Программист пофиксил, теперь пускает просто всех. Вот. И очень часто программисты как бы не хотят фиксить этот дефект, потому что ну как же, ну в баге ж не описано, в баге описано, что, мол, должно пускать, вот теперь пускает. И что там дальше, заводи следующий. Поэтому приходится договариваться. Это как бы такая вот очень преувеличенная, конечно же, история с дефектом, ничего такого не было, но в реальности происходит примерно так. Дальше. Знание предметной области. Тестировщикам для того, чтобы понимать, насколько вообще правильно сделана фича, ну вот если они как бы хотят куда-то стремиться там в сторону quality assurance, вот, им важно знать, какова предметная область и какую бизнес-проблему вообще решает наш продукт. в силу того, чтобы понимать, как именно будут вести себя наши конечные пользователи. То есть, таким образом, тестировщик немножечко дублирует функции бизнес-аналитика. Он представляет себя на месте клиента. Он представляет, как клиент будет себя вести, на какие кнопки он будет нажимать, в каком порядке он будет это делать, как он будет заполнять поля и так далее, и так далее, и так далее. И точно так же он должен представлять, насколько реален тот сценарий, который описывает, который описан в спецификации. Потому что, тоже как бы бизнес-аналитики не идеальны. Иногда, скажем, достаточно часто появляются проблемы в стиле описан типичный процесс пользователя, ну там, не знаю, от захода в интернет-магазин до конечной покупки. Вот. И там для того, чтобы пользователю, конечному пользователю это сделать, там 20 операций. Ну, то есть мне 20 раз нужно что-то ввести, где-то там написать свой e-mail, получить на e-mail подтверждение, кликнуть на кнопку. Ну, короче, я как нормальный клиент, мне вот реально 20 кнопок нажимать для того, чтобы заказать себе один товар в интернет-магазине. Честно, вот меня в районе 10-ой операции задолбает. Я просто пойду на другой интернет-магазин, где там, не знаю, или телефон вывешен, или мне без регистрации все купят, доставят и так далее. Вот. Поэтому тестировщику в том числе достаточно полезно бы представлять, как себя будет вести клиент. И последнее. Устойчивость к рутинным задачам. Казалось бы, казалось бы, у программистов тоже задачи рутинные. То есть, ну, что там, сиди, текст набирай. на деле нет. Программист так или иначе создает что-то новое, либо же исправляет некоторые проблемы. Тестировщику приходится проверять то, как работает продукт. Проверять раз за разом после каждого изменения. Причем не только ту функцию, которую поменяли, но еще и все окружающие. Потому что если вдруг в приложении с языками программирования большая часть знакома. Вот представьте, что в огромном проекте, ну, так и так, чтобы не соврать, на гигабайт сурскода, то есть, такой вот старый мохнатый мамонт, который разрабатывался с 2000 года. Вот там одному из полей решили поменять тип. Ну, вот так сложилось. Теперь уже интеджера не хватает, нужно туда как бы какой-нибудь лонг-дабл, что-то такое. И вот это означает, что нужно перепроверить все поля, ну, все места, где это поле встречается в приложении. А это, как вы понимаете, ну, то есть, на гигабайт кода это там солидное количество времени. И приходится перекликивать все это неторопливо. Иногда два раза, потому что с первой попытки программисты могли не пофиксить все места, где встречается это поле. как-то так. Это что касается личных качеств. Сейчас я выдохну немножечко. Более-менее понятно, там вопросы, не знаю, что как. Да. место творчества, в работе инвестирования есть, да, на самом деле тоже есть. Во-первых, в придумывании разнообразных сценариев использования продукта. Спецификации у тебя не будет описаны все-все-все сценарий, каким образом это может быть использовано. Вот вообще никак. То есть, чем больше этих самых, чем больше разнообразных полей функций, тем больше вариантов их использования, пересечения и так далее. Это первое. Второе. Это разнообразная тестовая документация. То есть, так или иначе, тебе нужно будет документировать свои действия, либо же отчет о том, что, собственно говоря, было сделано. Потому что сказать, что ну вот, я тут там тест погонял, вроде все нормально, ну работает. Вот. И нормальный проект-менеджер после этого спросит, а где отчет? Типа, что ты сделал? Ну, я тесты гонял. Какие? Ну, там вот, там, чуть-чуть, вот это вот сверху и так далее. Это все должно быть по-хорошему документировано. То есть, это должен быть список тестов, причем вариантов, как именно вести этот список, как их компоновать, по каким группам и так далее. Это все зачастую отдается на откуп тестировщику. То есть, нет, нет, нет единого стандарта, как это правильно делать. Есть рекомендации. Вот как-то так. Пожалуй, 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 все. То есть, вот, два как минимум пункта, где можно применить творчество. глобал лоджик, простите. Обучение, спецификации, разнообразные лекции, википедии, опять-таки, в гугле достаточно много объяснено, как, что работает в этом мире. У меня, например, сейчас на столе лежит вот тот самый гигантский мамонт из 2000 года, который занимается контейнерными перевозками. И то есть, у нас, например, контейнерный терминал, по-моему, один там где-то в районе Одессы есть. Вот и все. И причем, как он работает, я не очень представляю. поэтому пришлось смотреть спецификации, разглядывать демонстрационные видео, читать описание продукта, представлять, как вообще это все можно улучшить, как в принципе, то есть, как у меня, типа, если бы я был вот тем самым хозяином контейнерного терминала, как бы я это примерно организовал. А потом, когда я почитал, немножечко пообщался опять-таки с бизнес-аналитиками, с людьми, которые разговаривали с клиентом, у которых есть некий вижн того, как это работает. Я понял, что там, помимо того, что я себе представлял и читал, есть еще куча почти нигде не описанных ограничений, о которых, в принципе, все представляют, но никто почему-то вот как бы никогда не задумывался. В случае с контейнерными перевозками для меня было открытием, что там сама индустрия тормозит развитие программного обеспечения. Потому что с одной стороны ты можешь как бы запедалить себе такой продукт, который будет 90% операций делать автоматически. Все, тебе нужно сказать вот это, едет вот туда, оно там дальше запланирует все как надо, все перевезет. Есть автоматические краны, автоматические весы, осиар, который считывает там номера контейнеров, номера этих самых, номера грузовиков, которые их привозят и так далее. Все это круто, это можно сделать. Только внимание, вопрос, а что с рабочими местами произойдет? Вот тех чуваков, которые там сидят, как бы там накликивают что-то. С рабочими местами логично произойдет йог. А в цивилизованных странах что происходит, когда с рабочими местами йог? К тебе приходит профсоюзный работник с вот такой битой и начинает как бы профилактическую работу. Причем в лучшем случае он приходит с битой, в худшем он приходит с юристом. Это обычно хуже. Именно поэтому индустрия сама тормозит развитие программного обеспечения в данном случае. Как-то так. Все? По чуть-чуть вот я подбирался к этому чуть дальше. Насколько важны навыки программирования? Ну я бы сказал где-то процентов 25 от всего. То есть ты на самом деле это должен представлять не столько как программируется ну то есть как бы некие как там синтаксис что угодно самого языка. Нужно понимать некую общую идею. Опять-таки принципы ООП, принципы построения многоуровневых приложений, как бы себя ведут клиент-серверные приложения, как работает взаимодействие в сложных системах, как они масштабируются и так далее. Вот эти штуки достаточно полезны. Во-вторых, точно будет пригождаться всякие скриптовые языки и языки для доступа к данным, то есть всякие SQL и прочее, прочее. Зачем это нужно? SQL логично нужен для того, чтобы смотреть, а что там вообще в базе что-то поменялось или нет. Ну вот я что-то на UI поменял название, мне приложение показало, что ну вот я поменял. На самом деле, если ты его перезапустишь, то самое название окажется старым, потому что в базу ничего не записалось. Ну так бывает. Скриптовые языки нужны, если вдруг тебе придется генерировать большой объем тестовых данных. Скажем, тебе нужен файл на гигабайт. Ладно, это сейчас более-менее решаемо. Пошел, скачал фильм в говнокачестве. Раз. А если тебе нужен файл или большего размера, или тебе нужно 10 тысяч маленьких файлов, вот что тогда делать? Тогда на помощь приходит какой-нибудь скриптовый язык, или не очень скриптовый. То есть в конце концов набросать какой-то базовый скриптик на C-Sharp или на PowerShell, который мне нагенерирует вот эти самые 10 тысяч файлов в папочку, это не так вот как-то так. Окей. Еще вопросы? Да. Вы говорите, для девелопера нужно знать 20-50 процентов на контактах на ней язык. Такое лицо? А мануальное? О мануальном. О мануальном. В автоматизации ты должен быть больше, чем на 50% девелопером. Потому что тебе так или иначе придется писать некий фреймворк для тестирования, либо использовать существующие, тебе нужно знать правила, синтаксис, как правильно писать, чтобы я потом не тратил на поддержку этой автоматизации кучу времени. То есть смысл автоматизации... Ладно, раз я тут уже начал про автоматизацию, я возьму, отвлекусь, чем отличается ручное тестирование от автоматизированного. Ручное мы все делаем руками. То есть написали наши тест-кейсы, тестовые сценарии, как мы будем это делать. Запускаем приложение, делаем эти операции руками. Автоматизированное тестирование, берем некий инструмент, который помогает нам автоматизировать наши действия, или пишем этот инструмент руками, опять-таки, в некоем языке высокого уровня. Итого, вроде, казалось бы, зачем нам ручное тестирование, если почти почти под все можно придумать или найти инструмент, который сделает все за нас. Есть критерии автоматизировать... Господи, автоматизировать... Ну, в общем, есть критерии, которые позволяют определить, насколько окупится наша автоматизация, потому что во-первых, мы потратим время на выбор инструмента, на то, чтобы написать наши сценарии, на то, чтобы запустить их и проанализировать результаты. Зачастую это время будет больше, чем если я просто возьму и быстро проверю руками. Очень ред... Ну, очень небольшое количество тестов невозможно провести руками, и нужно для них писать автотесты. Вот. И главный фокус вот в чем, что когда я написал мои автотесты, если вдруг они завязаны на юзер-интерфейс или на какой-нибудь интерфейс там в сервер-сайде, которому я просто присылаю сообщение, и он что-то делает. Вот здесь очень важно, чтобы вот этот интерфейс, с которым я взаимодействую, не менялся, потому что если вдруг туда вносятся изменения, мне нужно поменять все мои тесты, а это опять время. И как бы, если я не запускаю эти автоматизированные тесты, там, типа, каждый день или там каждый билд, то у меня просто я больше времени потрачу на возню с автотестами, то есть там, пока их проадетил, пока их написал, а вот там программисты уже что-то поменяли, мне опять их менять. Вот. И опять-таки, кто поручится, что мои тесты правильные, потому что я тоже в конце концов там начинаю программировать и тоже допускаю ошибки. вот как-то так, то есть там есть некие критерии окупаемости. Вот. Возвращаясь к вопросу, для тестировщика-автоматизатора программирование, пожалуй, даже чуть важнее, чем знание теории тестирования. Потому что так или иначе тебе больше придется писать код, чем писать тестовые сценарии и придумывать, как вообще тестировать этот продукт. Зачастую тестовые сценарии тебе напишут либо мануальщик, либо бизнес-аналитик, который знает, как этот продукт будет пользоваться. Вот. Как-то так. Да. 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 За что больше денег платят? За это, конечно. Вот. Да, есть три таких вот общих подтипа приложений. Это, соответственно, мобайл, десктоп и веб. Подходы плюс-минус одни и те же, они различаются в деталях. Различаются в деталях не очень сильно, но исключительно то, что как бы различаются там, где различаются платформы. То есть, различаются подходы тестирования совместимости. То есть, скажем, для того, чтобы проверять совместимость с мобильными приложениями, у меня есть там даже два уровня. У меня есть операционная система, у меня есть железки с разными вариантами разрешения экранов и так далее. Вот. В случае с десктопом это, понятное дело, будет совсем другое. Это тоже будут разрешения экрана, но только уже, соответственно, других размеров и других в других вариантах. И у меня будут поддерживаемые операционки, которые тоже отличаются от наших замечательных мобильных. Вот как-то так. Для веба там будет отличаться, понятное дело, всякие инсталляционные варианты. Там тестирование совместимости будет не совместимость с операционками, а совместимость с браузерами. Как-то так. Вот. Ладно, поехали по-быстрому дальше, а то я тут, кажется, заболтался. All right. Один день тестировщика, собственно говоря, из чего состоит вот ежедневная работа тестировщика каждый день. С утра он приходит и читает новую фичу, которую запрограммировали наши любимые программисты. Для начала ему нужно прочитать и проанализировать требования. Нет ли в самих требованиях косяков, не являются они двузначными, они вообще реализуемы или нет, имеют ли они смысл для нашей модели и так далее. Это раз. Второе. Создать тестовую документацию. Это тест-кейсы либо чек-листы, это банально документ, который описывает проверки, которые мы будем проводить. Второе. Проверить, покрывает ли то, что я написал в тестовых сценариях, покрывает ли это спецификацию. Потому что иногда эта фича может быть настолько большой, банально 50 страниц спеки, и так на вскидочку посмотреть, вообще я все проверки для нее написал или нет, вообще нереально. то есть нужно рисовать матрицу, смотреть, покрыл ли я какой-то конкретный кусочек спецификации своими тестами либо нет. Дальше. Подготовить тестовые данные опционально, если нужно. То есть мне нужно создать 10 пользователей или создать объект в каком-то состоянии у себя в системе. Дальше. Выполнить весь или не весь набор тестов. Зависит от опять-таки текущих приоритетов, текущего времени на задачу. То есть если у нас релиз завтра, то понятное дело, я не буду там бежать по всему чек-листу и не буду проверять все 150 проверок. Я не успею. Мне нужно проверить только важное. И последнее. Создать отчет о результатах, потому что потом ко мне придет ПМ и спросит, ну что делал? И опять-таки мы вернемся к тому самому вопросу. Ну я тут что-то тестил, ребят, ну что же вы. И соответственно завести найденные баги, если таковые были. Пуф! Более-менее понятно вроде, да? И последнее. Чуть-чуть о карьере. Вообще как бы куда? Казалось бы, что вот на тестировщика попасть проще всего. Вроде программировать не очень нужно уметь. Ну что там? Ну там английский, теория, внимательность. Вроде все. Да? Как-то так. Куда нас это может привести? То есть если с программистами там все плюс-минус понятно. Сегодня ты как бы маленький программист, завтра чуть толще, а через год ты такой уже крупный программист. Вот. Сознанием языков высокого уровня. Так вот. Варианты с тестированием. Я обозвал вот всю эту лестницу QA, потому что ну тестинг там плохо смотрелся. Собственно веток две. Либо же это ручное тестирование, либо автоматизированное. На деле обе ветки ведут плюс-минус в одну сторону. Соответственно оба начинают там с джуниора либо с трейни. То есть как бы это человек, который как бы делает то, что ему скажут, задает кучу вопросов, старшим товарищам учится и достигает успехов. Второе. Миддл-тестировщик которому оплатят больше, но и он более самостоятельный. То есть он уже знает о системе многое, он знает как построить тесты сам, он может написать тестовую документацию, которую смогут прочитать и использовать другие, а не только он. Вот как-то так. Дальше идет брончевание. Тут просто есть куча разных вариантов. Я рассмотрю сначала центрально, потом буду смотреть в разные стороны. Следом за миддлом еще как бы через год-два-три так или иначе тестировщик вырастает до синьера. Что это такое? То есть синьер-специалист это человек в моем понимании, который способен вести за собой кого-то еще. То есть он способен передавать свои знания, проверять результаты работы, учить. Это не так просто, как кажется. У меня, например, так до конца и не получилось. Окей. и последнее, соответственно, кьюа-лид либо тим-лид, то есть человек, который координирует, который уже сам руками практически не успевает что-либо делать, потому что ему нужно все время он тратит на координацию работы команды, на то, что он смотрит вообще как бы хорошо мы двигаемся, плохо двигаемся, что можно улучшить в процессе. Вот у него уже начинает включаться вот тот самый quality assurance. Он вполне может приходить к программистам и рассказывать им, что чуваки, вам нужен continuous integration, какого черта мы без него живем до сих пор? Вы что, совсем с ума посходили? Такие команды бывают, на полном серьезе. Я время от времени как это, выступаю жилеткой для некоторых программистов, которые, ну, как бы работающих в других компаниях, которые приходят и начинают мне рассказывать ужасы из потустороннего мира о том, как они живут без крайне необходимых вещей, а там, не знаю, версионирование продукта, то есть, казалось бы, вроде все просто, ну, там, вот мы собрали билд, это 001 версия, собрали следующую 002 версия, но некоторые живут без версий, типа, да что нам, ну, типа, ну, вот что мы задеплоили там на тестовом сервере, вот это вот последняя версия, а какой она имеет номер, нам не важно. Как они при этом живут, мне не очень понятно, потому что я сразу в голове представляю, где и как, и что может пойти не так. Вот, это что касается центральной ветки. Дальше идут варианты, из автомэйшн тестировщика достаточно легко можно вырасти в девелопера. Всего лишь навсего, как бы, подучиваем еще набор технологий, и мы уже вместо написания тестов пишем фичи, делаем баги, или фиксим баги, или делаем, как правильно вообще будет, а? Ну ладно, и то, и другое. Вот, у софтвера-девелопера там своя ветка до архитекта, СТО и так далее. Я надеялся, что просто как бы ребята расскажут, ну ладно, не рассказали, так не рассказали. Будем, оставим это секретом. Из тестировщиков вырастают хорошие бизнес-аналитики. Опять-таки, потому что рано или поздно, после того, как ты поработал на проекте некоторое время, там, скажем, от нескольких месяцев до года, ты начинаешь себе представлять, как работают мозги у клиента. Банально, на основании того, какие баги тебе клиент присылает, что он тебе рассказывает, что по фичам видно, что он вообще хочет. Потому что программисты обычно, особенно вот плюс-минус рядовые, там, темлидов я не трогаю, но вот рядовые программисты, они вот видят свою фичу вот так вот. То есть, типа, вот она что-то делает, отлично, что происходит помимо нее, его вот никак не волнует. Типа, не мой скоп, неважно, что там дальше происходит, хоть там сгори все остальное. Вот. У тестировщика, поскольку он все время работает с общим, как бы с цельным продуктом, у него есть вижен того, как все это выглядит, в конце концов. Потому что вот эта вот фича, которую напедалил чувак, не стыкуется. Поэтому из него вырастают, из тестировщиков вырастают хорошие бизнес-аналитики. Соответственно, из бизнес-аналитиков, либо же из QA-лидов, тем-лидов, вырастает проект-менеджер. Потому что они уже представляют, как разговаривать с клиентом, как работает команда, как опять-таки мотивировать команду работать, какие им нужно, что нужно вытащить из клиента, как это знание преобразовать и как передать команде, чтобы в результате у нас получилось что-то нормальное. И то, что решает проблему заказчика, а не так чисто попедалить. Мы все-таки не за этим собрались, мы за деньги решаем задачу кастомера. Вот как-то так. И, кстати, вот этот замечательный вопрос, где вы видите себя через пять лет, рекомендую время от времени его себе задавать. Я помню себя в студенческое время и помню, насколько мне было пофиг, что там дальше будет. Но про карьеру желательно думать, потому что вопрос, а что я буду делать в полтинник? Я для себя пока что ответа не нашел, но как бы работать на текущем месте в полтинник мне уже не хочется, хотя я примерно представляю, как это выглядит. Я видел в американской конторе, там, где средний возраст 40+, они все нормально работают, чувствуют себя счастливыми вполне, но мне как-то пока не хочется. Но подумать об этом стоит. Субтитры создавал DimaTorzok